Этот символический ключ сегодня открывает двери в мир, в котором равны люди разных сословий, национальностей, вероисповеданий и взглядов на искусство. Вот он момент, которого ждали жители Новонекольска чуть больше года. Дом культуры открыт после основательной реконструкции. Поздравить население и вручить подарки клубу приехал в Рио главы округа Евгений Корж. Новонекольск – это один из самых лучших клубов и коллективы одни из лучших в Уссуевске. Так что занимайтесь на ваше благо и на наше с вами. Спасибо еще раз, с праздником! Большой праздник ждал селян в день открытия Дома культуры. Мастера декоративно-прикладного творчества представили выставку своих работ. На двух игровых площадках развлекали юных жителей. Танцы и песни от творческих коллективов. Классно все построили. Я на танцы раньше ходила. Раньше вообще все разбомбили. Вот сейчас все построили, вот прекрасно все. Сегодня мы очень счастливы, что наконец-то будет работать наш клуб. Наши дети будут чем-то задействованы здесь в клубе. Ну и пусть процветает наш клуб. За год ремонтных работ в клубе Новонекольска заменили все инженерные коммуникации. Заново обустроили кровлю, сделали большую новую сцену, обновили стены и полы. Теперь в Доме культуры есть современный зрительский зал и большой хореографический для репетиций. Малая сцена, библиотека и все необходимое для занятий творческих коллективов. Скоро в клубе организуют занятия фитнесом. А еще, я открою маленькую тайну, на базе нашего коллектива танцевального, ну уже с регалиями не буду говорить, мы хотим создать женский кружок, который называется «Шаги». Да, и там мы думаем, что будут заниматься взрослые мужчины, женщины, ну потому что село у нас очень большое, люди все активные, мы все с удовольствием ждали открытия этого Дома культуры. Здание Дома культуры Силаново-Никольска было построено в 1968 году. На его реконструкцию из краевого и городского бюджетов было выделено почти 45 миллионов рублей. В следующем году администрация округа планирует провести капитальный ремонт в клубе поселка Черняховский. Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс.